Сколько стоит уникальная коллекция открыток королевы Елизаветы? Как в Италии зарабатывали на фейковых пожарах? И почему румынские города заполонили медведей? Об этом не только в нашем обзоре. Трое американцев создали стартап AirMall, который предлагает перелеты из Калифорнии в Пекин всего за 99 долларов. Правда, не просто так. Взамен пассажир должен взять с собой некую посылку и передать ее представителям компании в Китае. Но что именно там будет находиться, не говорят. Пользователи соцсетей подозревают, стартаперы могут заниматься нелегальными перевозками. Ведь, судя по всему, ни у кого из них нет опыта в транспортной логистике. Но AirMall все подозрения отвергают и утверждают, компания действует по таможенным правилам. В Великобритании с молотка продали уникальную коллекцию открыток королевы Елизаветы. На каждой из 35 карточек изображена монаршая семья. 40 лет королевская чета рассылала такие фото своим родственникам на рождественские праздники. Самыми дорогими оказались снимки 1959, 60 и 61 годов. За каждый из них ценители выложили почти по 280 фунтов. Пожарных симулянтов задержали на Сицилии. 15 спасателей добровольной бригады сообщали о пожарах, которых на самом деле не было. А затем якобы ехали на место происшествия, чтобы тушить огонь. В итоге мошенникам насчитали около 120 вызовов. За каждый час сражения с несуществующим пламенем они получали по 10 евро. Нашествие голодных медведей в румынском городе Брашов. Косолапые воруют еду у местных жителей, роются в помойках и даже отнимают корм у домашних животных. Раньше медведи совершали набеги ночью, а теперь разгуливают по городу средь белого дня, причем целыми стаями. Лохматые посетители не агрессивны, но люди такому соседству не рады. В этих краях живут 60% бурых медведей Европы и пропитания на всех явно не хватает. Впечатляющие воздушные трюки показали тайваньские пилоты над городом Гаосюн. Истребители, раскрашенные цвета флага Тайваня, белый, синий и красный, маневрировали в небе, оставляя за собой яркие полосы дыма. Это только тренировка перед авиашоу на празднованиях Национального дня воздушных сил, который состоится уже в эту субботу. Группа «Громовые тигры» вернулась к выступлениям только в прошлом году. После длительного перерыва из-за трагической смерти одного из участников в 2014-м. Сейчас командование уверяет, среди «Громовых тигров» только лучшие пилоты, которые могут действовать в опасных условиях. Чемпионат по серфингу среди собак устроили в Калифорнии. В уникальном соревновании участвовали около полусотни четвероногих серферов. Некоторые укращали волны вместе с хозяевами, но большинство не побоялись прокатиться самостоятельно. Собаки состязались в разных весовых категориях. Все средства, собранные во время конкурса, пойдут на благотворительность.